Православные казахстанцы готовятся отметить крещение Господне на замерзших водоемах. По всей стране делают проруби и сооружают купели. Подготовительные мероприятия строго контролируют спасатели и врачи. Окунаться в ледяную воду в нашей стране одна из любимых традиций не только верующих казахстанцев. Экстренные службы настойчиво рекомендуют продуманно подходить к крещенским купаниям. Наш коллега продолжит тему. С каждым годом традиция купаться в крещении становится все более популярной. Не только среди православных, желающих окунуться в прорубь не останавливает даже морозная погода. Столицы совершить обряд на этот раз разрешили только в одном месте – на городском пляже. Здесь, к слову, уже все готово. Для безопасности люди сотрудники ДЧС установили четыре купели. Уберечь граждан помогают и зимние холода. Лед высили промерз на 40 сантиметров. Но спасатели все равно просят астанчан не расслабляться. Купайтесь только в специально оборудованных и охраненных купелях. Там, где вам в случае необходимости смогут оказать своевременную, квалифицированную помощь. Основной наплыв желающих обрести духовное очищение, исцеление и праздничное настроение ожидают сегодня ночью. Но совершать этот обряд просто так, за компанию или ради интереса, священнослужители не рекомендуют. Ко всему нужно подходить здраво, трезво и разумно. Нужно понимать, что в наших взаимоотношениях с Богом важна искренность, важен труд исправления, важна молитва, важно внутреннее состояние человека, а не какие-то внешние обряды. То есть, когда люди говорят, что в этой святой воде, если они искупаются, что Бог им все грехи прости, то это не так. Не нужно себя обманывать и не нужно заблуждаться. Грехи Бог прощает человеку только в покаянии. А покаяние – это изменение нашего сознания, изменение образа жизни. Медики не считают массовое погружение в ледяную воду панацея. Специалисты советуют воздержаться от купания детям и пожилым. Бедой может закончиться экстремальное погружение для тех, у кого диагностированы серьезные хронические болезни. Это большой страсть для организма. Если человек уже имеет заранее патологию, какую-либо патологию сердечно-сунистой системы, например, у пациента есть проблемы с сосудами сердца, сосудами головного мозга, то есть данный человек рискует тем, что у него во время ныряния может возникнуть приступ. Тинокардия – это боли за грудиной, а также может спровоцироваться и инсульт. Подготовиться к крещенским купаниям можно с помощью закаливающих процедур, считает Азамат Дукумбаев. Морж с многолетним стажем отмечает, что делать это нужно постепенно. Можно начать с воздушных ванн, контрастного душа, упражнений на свежем воздухе и медленно продвигаться к обливаниям. По-хорошему готовиться надо с осени, да, с августа месяца, когда заканчивается купальный летний сезон, с этого времени вода начинает остывать, с этого времени надо уже потихоньку привыкать и купаться на открытой воде, приучать организм к холодной воде постепенно. Конечно, резко, когда заходишь в холодную воду, организм испытывает шок, и чтобы менее шок был испытан, надо привыкать к этому, приучать организм к холодной воде. Ну, плюс к этому еще можно добавить контрастный душ, да, по утрам. Также специалисты настоятельно просят окунаться в купели и набирать крещенскую воду только в специально отведенных местах, где дежурят спасатели и медики. И участвовать в священном таинстве крещения, говорят, нужно только на трезвую голову. Алишер Накипов, Нурхали Мамурбафи и Артур Горшников, 24КЗ.